друзья всем привет с вами снова ольга и сегодня у нас очередная прогулка сейчас мы находимся в пундане это один из самых первых пригородов агломерации сеула и построен он был в начале девяностых поэтому все дома здесь почти 30 летней давности чтобы вы меня потом не упрекали что я показываю вам только современные новые какие-то дворы опаты и все такое да вот вы можете наблюдать как выглядели эти старые опаты там по минимуму удобств было то есть подземная стоянка была но также машины могли заезжать во двор и парковаться во дворе последние лет 10 на так уже не строят то есть последние лет десять строят таким образом чтобы машины во двор не попадали вот но тем не менее благодаря тому что здесь очень много зелени парков каких-то скверов и такой район довольно обжитой довольно чистый уютные и в принципе спокойно сейчас здесь погуляем ну а тема разговора у нас будет сегодня то за которую вы проголосовали проголосовали в сообществе я публиковала 5 тем на выбор сразу скажу что все эти пять тем я конечно же буду обсуждать но по мере так сказать востребованности вот и тема которая победила с огромным отрывом по количеству голосов эта тема про то а по какому принципу мы воспитываем наших детей а для меня результаты были неожиданностью так как я считаю своих детей абсолютно обычными нормальными детьми какими-то английскими манерами светским каким-то воспитанием они не обременены но тему эту я подняла неспроста в комментариях вы часто задавали этот вопрос поэтому да давайте поболтаем по поводу воспитания детей у нас в семье иногда случаются конфликты как наверное в любой другой семье как вы знаете идеальных отношений не бывает полной гармонии в семье не бывает ни у кого и мы здесь не исключение в частности наш камень раздора это именно образование отношение к образованию детей моего и мужа вот она разница иногда говоря простыми словами муж мой вне традиционной корейской системы и слова традиционно здесь не случайно ибо корейская система вот если брать 20 лет назад и сейчас это уже разные системы поэтому для молодых корейцев более естественно уже кажется именно западное воспитание но это для молодых повторюсь мой муж старой закалки ему через несколько дней уже будет пятьдесят и да он какой-то неправильный корее оказывается это неправильные пчелы совсем неправильные и они наверное делают неправильный мед такое ощущение что он прожил жизнь не в корее а где-нибудь в либеральной европе и это проявляется абсолютно во всех сферах нашей жизни но очевиднее всего в том что касается воспитания детей в то время как все корейские родители с энтузиазмом вступают в образовательную гонку пребывая в полной уверенности что существует только один один единственный путь развития и благополучия их чада это усердная учеба помните как завещал товарищ ленин учиться учиться еще раз учиться вот и поступление в престижный вуз устройство в хорошую фирму а еще лучше государственную структуру и все всю оставшуюся жизнь не вы будете как бы в шоколаде а что еще надо там где деньги там где много денег там и семья хорошая и жена красивая и дети здоровые логично в принципе и я думаю не только в корее но и во всем мире более или менее похожие сценарии развития приветствуются напишите в комментариях согласны вы со мной или нет и как вашей стране дела обстоят мне очень интересно читать про какие-то другие страны особенно если это так называемая забугорье то есть не россия не не постсоветские страны а именно где-нибудь европа америка другая азия и все такое но и из россии тоже пишите все интересно читать мне очень интересно читать ваши комментарии так вот парадокс но как ни странно всем родителям хочется чтобы их ребенок был самым успешным это естественно я думаю но не все родители дают себе отчет в том что каждый ребенок это в первую очередь индивидуальность мне кажется повторюсь мне кажется я не бывала европе не могу утверждать вот что там все таки уделяется больше внимания индивидуальным особенностям ребенка и соответственно развивают его исходя из этих особенностей но в корее хоть и стремятся к этому до последние там лет 20 последние десятилетия хоть и идут к этому семимильными шагами но до сих пор многие родители впихивают в ребенка именно необходимые с их точки зрения науки они отдают детей у которых нет никаких выдающихся способностей в точных науках в так называемые математические хагвоны детей детей которым очень сложно даются языки в кита языковые хагвоны в основном то английский язык китайский а потому что как бы и математика и английский язык они необходимы при поступлении в университет а это самое важное для корейцев вот важнее этого не существует просто ничего в жизни счастье ребенка нет не слышали он поймет что счастлив когда выучиться устроиться на хорошую работу уважаемую работу а он мечтал стать художником и у него были способности какие глупости ну пусть рисует в свободное время кто же запрещает но на хлеб то калякулями не заработаешь вот так мыслят большинство родителей в возрасте как вы знаете корейцы довольно поздно заводят семью рожают детей поэтому большинство родителей сейчас вот средних школьников да они они довольно взрослые старше меня по крайне не старше мужа но старше меня намного вот и я сейчас конечно слегка утрирую но это реальная корейская система вот эта корейская система которая к счастью стремительно повторюсь меняется в последние годы сейчас даже в садике каждому ребенку индивидуальный подход и каждый ребенок в группе занимается тем что ему интересно какие-то общие есть занятия конечно но большую часть времени дети занимаются тем что им интересно причем они занимаются не одни с учителями вот так же разработаны и введены там всевозможные тесты на выявление так называемых индивидуальных предпочтений ребенка даже у софьи даже у софьи в садике это было лет восемь назад да да восемь лет назад ей было пять лет вот это уже было а в школах тоже стало немного свободнее но я ничего не могу сказать про старшую школу пока софья учится в средней и да их уроки больше походят на какой-то на какие-то дебаты и там прислушиваются к мнению каждого ребенка каждый ребенок может там ответить учителю что там ну в общем высказывает свое мнение очень часто также корейский школьник как и американские может сам себе сейчас выбирать предметы не все но довольно такую существенную часть то есть есть обычные предметы а есть предметы на выбор очень здорово это ладно далеко ушла от темы так в чем же наши разногласия с мужем спросите вы в том что мы немножко поменялись ролями мне кажется я считаю что детям необходимо высшее образование а мы считают что дети вправе заниматься тем что им нравится он считает что высшее образование это не единственное окно в счастливую жизнь иногда даже наоборот да вот он ставит себя всегда в пример что у него высшего образования нет он начальник а у него в подчиненных работают люди с высшим образованием то есть он говорит что конечно образование это хорошо если есть к этому способностью ребенку если есть интерес и если ему это нравится вот в любом другом случае тратить на это несколько лет своей жизни он считает что это не нужно вот по этому поводу мы постоянно ругаемся и да он еще считает что страна корея достигла того уровня развития когда люди могут позволить себе заниматься любимым делом заниматься творчеством а не быть винтиком сложном механизме вставания с календы если вы знаете корейскую историю то вы наверняка в курсе что именно образование образование людей превратило страну из какой-то аграрной отсталой страны в высокоразвитую повальная причем образование такое массовое вынужденное можно сказать и это дало результат это очевидно и это заслуживает конечно глубокого уважения но как отразилось это на обществе вы знаете что по уровню айкью корея находится на первом месте в мире наравне с сингапуром там по моему или с гонконгом не помню но вот нобелевских лауреатов у них нет интересно почему как вы думаете потому что задачи такие не стояли это грамотная политика развития тогда надо было просто массово работать какими-то винтиками работать много у всех должно было быть высшее образование и в общем это был такой конвейер но сейчас когда страна входит в топ самых благополучных стран мира пришло время не только технических но и творческих наук именно так считает мой муж и со временем вы знаете я начинаю с ним соглашаться и начинаю менять свою точку зрения потому как ну что может быть важнее чем заниматься по жизни любимым делом я сама как бы всегда всю свою жизнь плыла против течения в то время как все дети поступали в вузы я пошла учиться на хореографа мне хотелось танцевать и никакие мамины уговоры на меня тогда не действовали другая проблема что платили мне за мою работу тогда копейки в казахстане на эти деньги даже прокормить себя это было что-то на грани фантастики но сейчас в корее даже дворники зарабатывают неплохо особенно творческие люди если балерины там например они открывают свои частные школы если музыканты то там свои студии художники открывают галереи и в принципе живут припеваючи ни в чем себе не отказывая времена такие пришли развитие развитие в общем сейчас мы стараемся поощрять все увлечения наших детей не навязываем им то что им не интересно не ставим самоцелью поступления в университет то есть они сами должны этого захотеть и добиваться всеми силами они должны сами осознанно слава богу дети умные сам не похвалишь своих детей кто похвалит да софья школьную программу отлично усваивает но там конечно базовые знания не углубленные но тем не менее вот она очень сильно увлекается рептилиями и кто знает может она станет когда-нибудь великим герпетологом выведет новый вид ящерицы будет там скакать с камерами по африке с какими-то коробочками да там ловить этих ящериц и но может станет это смыслом ее жизни ей это нравится и да мы ее в этом поддерживаем конечно и в этом случае образование ей понадобится это естественно но она будет уже получать его осознанно у нее быть какая-то цель и она с удовольствием будет образовываться вот именно узконаправленно именно да вот как-то вот друзья смотрите тут какая-то скульптура мать и дитя в объятиях и это актуально для нашего разговора сфоткаю сейчас для превьюшки развивается не только корея но и я ведь раньше я заставляла софи заниматься гимнастикой шесть лет друзья шесть лет она потратила на нее хотя в свое удовольствие только первые два года где-то она занималась а потом из-под палки из-под моей палки о сколько крови было выпито тогда каждодневные просто каждодневные скандалы с мужем он всегда был против принуждения но кто бы его слушал я-то знала как лучше в итоге все-таки бросила бросила гимнастику появилось свободное время появились новые увлечения и она до сих пор говорит что жизнь ее началась с того момента как она бросила гимнастику и что мы тут видим о боже это подземный переход сейчас варламов бы возмутился в нормальном городе не должно быть подземных переходов но как вы видите корейские переходы довольно гуманные здесь есть широкие прорезиненные дорожки рядом с лестницей поэтому любой человек с ограниченными возможностями пройдет по ним без проблем хотя я конечно же за то я поддерживаю варламова я за то чтобы под землю загоняли машины а не пешеходов именно так сейчас и делают в новых районах но не забываем что мы находимся не в современном районе тогда в 90 видимо были какие-то иные критерии планирования улиц не знаю так на чем мы там остановились с образованием вроде разобрались совке еще пришлось натерпеться первый блин комом как говорится в русской поговорке первый ребенок это всегда такой подоптный кролик для юных родителей коей я и являлась тогда я была юна я была глупа но к мужу никогда не прислушивалась может потому что по знаку зодиака я телец и поэтому я делаю все исключительно так как считаю нужным никого не слушаю к сожалению иногда к большому сожалению да с пуговкой же с ангелинкой все иначе ей повезло родиться второй у нее полная свобода самого рождения слегка конечно мы корректируем ее поведение когда когда ее выходки угрожают чьей нибудь жизни такое тоже бывает а так да она растет довольно волевым человеком ну в принципе это очевидно хотя и ей конечно иногда достается не без этого от меня достается обеим у нас в семье я кнут а муж пряник я могу где-то накричать где-то поругать где-то дать пенделя муж никогда но он всегда встает на мою сторону но стоит отдать ему должное он встает на мою сторону потому что как правило пенделя я даю только по делу вот такие вот пирожки друзья не знаю что еще сказать по данной теме и так по моему дофига наговорила половину придется вырезать самое главное что я хотела донести до вас это то что наша семья не самая обычная по корейским меркам мы с мужем оба сходимся во мнении о том что последнее последнее что должно волновать нас и наших детей это то что подумают или скажут другие если вы действуете в рамках закона и уважаете других людей вы можете делать все что вам нравится и заниматься чем вам нравится и выглядеть так как вам нравится потому что если человек уважает свой выбор он всегда будет уважать и выбор другого человека то есть он будет лоялен ко всему как то так как всегда сумбурно но я надеюсь что донесла дала свою мысль пишите комментарии делитесь своим мнением что вы думаете по этому поводу всех вас обнимаю всех очень люблю до новых встреч